Вы не раз говорили, что если провести эксперимент статистический, взять тысячи человек, которые живут в этом мире эгоистически, я себе, ты себе, или наоборот, подавляют кого-то, властвуют над кем-то. Взять этих тысяч человек и взять тысячу других человек, которые начинают движение друг к другу, к связи друг к другу, начинают разбираться, что же такое возлюбить ближнего, как себя, как не делать другому того, чего не хочешь себе. Вы сказали, что если статистически проверить тысячу человек этих от начала до конца и этих тысячу человек, то эти, которые начинают процесс положительный любви к ближнему, они будут гораздо более здоровы, они будут, конечно, не подвержены депрессиям. Вот вы можете объяснить, есть это прямая зависимость или нет? Это не так просто и примитивно, как кажется. Дело в том, что природа желает нас привести, иначе бы она создала такими, и все. Мы бы были просто заводными игрушками, которые бы кивали друг к другу, как китайские болванчики, и все. Ну, хотелось бы вот этой логической связи такой. Я хорошо себя веду и более здоров. Нет. Нет. Тогда все были бы эгоистически такими. То есть мы побежали бы за своим эгоизмом. Конечно. Дело в том, что создать человека подобного Творцу, надо поставить его против Творца. Так. Это значит абсолютно противоположным. Так. А зачем, чтобы человек сделал из себя подобного Творцу? Причем сам. Своими усилиями. Вот здесь и проблема. Как это сделать? Но иначе не получится. Потому что если ты сделал из человека просто подобным Творцу, так это будет игрушка. Это будет просто копия и все. Сделал и выбросил. Ничего в нем не будет самого от себя. А если человек будет противоположным Творцу и при этом будет создавать из себя сам подобие Творцу, то это уже будет человек. То есть он будет самостоятельно внутри себя так созданным противоположным. И эта противоположность будет в нем оставаться, как его эгоистическая четкая основа. И он будет бороться за то, чтобы быть подобным Творцу. Просто поясните, что такое Творец для того, чтобы... Свойство отдачи, свойство любви. Антиэгоистическое. И он будет просить об этом Творца. То есть он захочет стать любящим и отдающим, как Творец. Да. Откуда в нем, вот в таком получающем, может возникнуть это желание? А Творец зарождает в нем это желание. То есть он делает человека из эгоизма, свойства противоположного себе. И кроме того еще помещает в него маленькую точку, каплю своего свойства. И человек таким образом состоит из двух частей, из двух начал. И здесь происходят противоположные такие в человеке состояния, что он просто раздирается изнутри, куда и как, и что. Причем каждый, только в своем виде. А для того, чтобы сделать из себя подобного Творцу, если он достигает такого состояния, когда он действительно этого желает, то он должен просить Творца. Представляешь, какая работа? Найти в себе силы и желание стать подобным Творцу, то есть обратным себе, и просить Творца об этом, чтобы он тебя таким сделал. И тогда Творец над тобой постепенно, последовательно, поступенчато проводит такие исправления. И человек постепенно становится все более и более подобным Творцу. И этот процесс, он непростой. Он ломающий человека. Так. Поворачивающий его вот так вот, понимаешь? И тогда человек становится человеком Адам, подобным Творцу. Домеле Творец. Вы говорите, что сейчас вот наступает вот такое время, когда человек сам начинает двигаться к этой ломке. Как вы говорите, точку Творца в себе начинает больше и больше ее ощущать. Что его заставляет сейчас, кроме страданий, что его еще заставляет? Вы скажите, обратить на нее внимание. Что? Ты понимаешь, когда оно начинает говорить в человеке, то нет вопросов. Просто так надо. Это истина. Это внутренняя самая моя точка. Это основа мира. Это точка Творца. Это совсем с другого уровня свойства. Тут масса вопросов, конечно. Сам же Творец создает человека таким, каким создает, получающим, и для этого мира. И сам же вставляет точку в него, которая точка подобия Творцу. И сам же потом заводит ее, и сам же потом ведет к себе, и все это делает Творец. Конечно. Тут постоянный вопрос один и тот же, что нет у меня, нет никакой свободы, воли. Есть, есть. Ты при этом присутствуешь, и все-таки тоже хочешь. Ты являешься свидетелем, соучастником, партнером в этом деле. Какая моя здесь главная задача? Моя? Все-таки захотеть, чтобы Творец делал это над тобой. Как бы мне больно не было, вы говорите, ломает. Ломай. Ломаться? Нет, просто ломай. Ломай меня. Просто человек поймет вас? Он поймет, он поймет, что это невозможно больше жить в таком состоянии. Он поймет, что он не может сам себя перенести. Поймет.